Здравствуйте! В этом видео мы с вами вместе сошьем идеальный костюм для лета из муслина. Муслин все набирает свою популярность, но, к сожалению, не так много информации о том, как с ним работать, как его шить. В этом видео я вам расскажу об особенностях работы с муслином, как его кроить, как декотировать, то есть подготавливать к раскрою, как утюжить, можно ли его вообще утюжить и в целом, как ухаживать за таким материалом. Не все модели можно шить из муслина, но работать с ним суперкомфортно, и если вы боитесь начать шить сложные изделия, то попробуйте сшить костюм из муслина. Он простит вам ошибки, погрешности и наоборот, скроет их, как будто так и должно быть. Нам потребуется 3 метра муслина. Ширина этого муслина 135 сантиметров. Я приобретала его в магазине ткани Казани, делала обзор на этот муслин, в предыдущем видео вы можете посмотреть подробнее. Это двуслойный муслин в оттенке молоко. Это немного более интересный, более сложный оттенок, чем просто белый. Двуслойный муслин идеально подходит для рубашек, он не сильно плотный, в нем не будет жарко, но при этом в меру тонкий и практически не просвечивает. Нам потребуется минимум 3 метра муслина. Муслин необходимо тоже декотировать перед раскроем, то есть подготавливать его к раскрою, поскольку он может дать усадку. Вообще муслин, как правило, не утюжит обычным способом, к которому мы привыкли. Не гладит, не утюжит паром горячим утюгом. Но нам необходимо, чтобы муслин дал усадку перед раскроем, поэтому я советую его лучше замочить в воде, либо просто постирать. Я запускаю в стиральную машинку в режим полоскания при температуре 30 градусов на небольших оборотах, а затем даю высохнуть материал горизонтально на сушильной доске. Готовые муслиновые изделия я сушу таким же образом, раскладываю их горизонтально, для того, чтобы вот эта рельефная поверхность, небольшая сжатость сохранялась. В этом и есть особая эстетика муслина, и лучше всего ее не нарушать. Нам потребуется нитка в цвет для стачивания, и также мы будем обрабатывать срезы на оверлоке, либо обметочной строчкой зигзаг, как вам удобно. Вы можете даже использовать альтернативные методы обработки срезов, о них я рассказывала в предыдущих видео. Для оверлока я буду использовать тоже полиэстеровую нить в бобине. Из необычного нам потребуется эластичная тесьма, или, проще говоря, резинка, ширина, которая вам нравится. Но желательно брать от полутора сантиметров, полтора-два-три сантиметра. Ширине и длину примерно равна обхвату талии. Также нам потребуется сипотка пуговиц, и можем переходить к раскрою. Что делать, если, к примеру, вы высушили изделие или полотно муслиновое, и у вас, например, в некоторых местах полотно растянулось, вытянулось, то есть оно не имеет этот ровный рельеф. Вот, к примеру, можем рассмотреть вот этот участок. Видите, он немного вытянутый. Участки вокруг лежат достаточно плоско, насколько это возможно для рельефного материала. А вот этот участок явно выделяется. Его можно реанимировать и вернуть в первозданный вид. Для этого разложите на гладильной доске этот участок ровно, и немного его вот так прижмите бережно рукой. Затем включаем утюг и прикладываем утюг, еле прикасаясь, и обдаем паром. Выпустили пару раз пар, также еле прикасаемся, ни в коем случае не надавливаем. И вот эта часть соберется, сформируется рельефная поверхность и зафиксируется. Вам необходимо просто дать остыть этому участку и не трогать его, пока он горячий. Все, рельефная поверхность муслина таким образом будет восстановлена. Еще удобно, что муслин, как правило, разрывают по уточной нити. То есть это нить, которая идет поперек кромки. Мы с вами это уже не раз разбирали, эту тему. Поэтому вам не нужно очерчивать верхний срез, не нужно его выравнивать. Он и так уже ровный. Можно ориентироваться на него. Когда мы краем муслин, происходят небольшие погрешности. Но с ними все в порядке, поскольку именно вот эта рельефность, эта воздушность материала, скажем так, прощает нам эти погрешности. И они совершенно незаметны. Давайте начнем раскрой с брюк. Мы скроим простые широкие брюки всего по двум меркам. Сейчас материал сложен пополам. Вот здесь у меня сгиб. Здесь два среза, а вернее две кромки. То есть я сложила материал пополам, по долевой, вдоль кромки. Сверху у меня два открытых среза, снизу тоже два открытых среза. От верхнего среза откладываю значение, равное обхвату бедер разделить на 4. И к этой величине добавляю еще 7 сантиметров. Ставлю отметку. И эту же величину откладываю по всей ширине материала. Проводим линию. Теперь с краю от кромки, не считая саму кромку, откладываем значение, равное обхвату бедер, деленному на 10. Поставили первую отметку. И от нее проводим вертикаль вверх. До самого среза можно провести. Теперь слева, то есть от сгиба, мы откладываем значение, равное обхвату бедер, деленному на 20. Здесь мы делили на 10, здесь делим на 20. Желательно отступить с края 1 сантиметр. Для прибавки на шов. Ставим на отметку и проводим от нее точно так же вертикаль наверх. Теперь вот этот отрезок, который остался внутри, нам необходимо разделить пополам. При этом ширина, которая получится у половинки, должна быть не меньше, чем значение обхвата бедер, деленного на 4. Желательно, чтобы было больше. Это будет ваша прибавка на свободу облегания. К примеру, у меня по ширине ткани, которая здесь есть, прибавка получилась к четверти бедер, около 3 сантиметров. Теперь от этой отметки мы тоже проводим вертикаль вверх. И теперь мысленно представьте, что вот эта часть справа будет относиться к задней половинке брюк, а эта часть слева к передней половинке. По передней половинке нам необходимо опуститься вниз на 3 сантиметра и поставить отметку. Далее плавной линией соединим эту отметку с верхней крайней точкой задней части брюк. Это верхний талиевый срез брюк. Но здесь еще мы заложили 3 сантиметра примерно на пояс. То есть мы еще отогнем 3 сантиметра. Здесь пояс будет цельнокроеным прямо в детали этих брюк. Прикрепим эластичную тесьму, резинку и создадим таким образом пояс. То есть на самом деле верхняя линия талии на 3 сантиметра ниже этой линии. Последние штрихи нам необходимо округлить вот эту линию, угол справа. Сделать это можно на глаз, но если вы, к примеру, замерите бисектрису угла, здесь должно быть около 3 сантиметров. Здесь тоже округляем угол, но бисектриса уже чуть меньше, около 2 сантиметров. Вот от этой точки посередине нам необходимо вниз по вертикали отложить мерку длины изделия. Это вторая мерка, которая нам потребуется. И к этой величине необходимо добавить еще 5 сантиметров. То есть 3 сантиметра, которые мы берем для пояса, и еще пару сантиметров внизу на обработку срезов. На обработку низа брюк, к примеру, мне вот от этой нижней линии, которую мы прочертили в самом начале, необходимо вниз отложить еще дополнительных 70 сантиметров. Я сделала отметки на 70 сантиметров сверху вниз, и теперь очерчиваю линию. Это будет линия низа брюк. Готово. Теперь можем вырезать. Вырезаем прямо по этой нижней линии. Кромку тоже можем удалить. И вырезаем по верхним линиям. А если вы оставите дополнительный, к примеру, припуск 5 миллиметров, 1 сантиметр, то ничего страшного. Можно вырезать и по этим линиям. Если у вас получились прибавки в ширине, если прибавок в ширине практически нет, то лучше всего дополнительно закладывать по сантиметру. Здесь не страшно сделать брюки шире и вообще любые изделия, поскольку из муслина нельзя шить вещи облегающего силуэта. Это не тот материал, который будет хорошо держаться и смотреться при узком силуэте, поскольку он все-таки растягивается, расползается и имеет свойство даже растягиваться вдоль швов. Поэтому чем шире силуэт, чем шире крой, тем лучше. Готово. И вот здесь по сгибу брюки тоже разрезаем. Складываем каждую деталь отдельно вдоль пополам. Хочется сказать, лицевую сторону оставляем внутри, но здесь совершенно нет разницы, какую сторону вы оставите внутри, поскольку они ове прекрасны. Самое главное, когда вы сложите детали брюк, обратите внимание на то, чтобы они были симметричны. Вот, к примеру, посмотрите. Здесь нижний слой – это задняя деталь, и она немного выглядывает по талиевому срезу на 3 см, который мы откладывали. Вот эти округлые линии банта, они разные. Когда вы складываете деталь брюк пополам и совмещаете вот эти срезы, срезы называются внутренними шаговыми, то вот эта часть отличается у верхнего и нижнего слоя. Будьте внимательны, ни в коем случае не вырезайте их вместе. Не пытайтесь выровнять. Вот я сложила и вторую половинку, и посмотрите, они симметричные. То есть слои, которые остались сверху, это передние половинки, слои, которые остались снизу, это задние половинки, которые немного выглядывают по талиевому срезу. Ни в коем случае не делайте их одинаковыми, иначе брюки не получится. Теперь нам необходимо прошить вот эти внутренние шаговые швы. Две прямые строчки. Их можно обработать оверлоком, либо зигзагом, либо другим альтернативным методом, который вам нравится. Для меня поход по магазинам большое испытание. Никогда не знаешь, чем все закончится. Хождение среди рейлов с бесконечной одеждой, очереди в примерочную, ткани низкого качества, где-то жмет, где-то слишком свободный придется ушивать в ателье, где-то не тот цвет или не нравится фурнитура. Поэтому я уже много лет шью одежду себе сама. Убираю ткани, которые мне нравятся, делаю ту форму, тот крой, который мне нужен, и шью одежду, которая полностью отражает меня, в которой мне комфортно. Уметь шить классно. Этот навык дает вам возможность носить все, что захочется. Носить эксклюзивные вещи, которых нет у других. Приглашаю вас создавать одежду для себя и близких вместе со мной. Более пяти лет я делюсь своим опытом в создании одежды. Несколько тысяч девушек и женщин разных возрастов из 30 стран, на самом деле даже больше, занимаются по моим видеокурсам. Я буду рада и вам. Сейчас на всех своих курсах я лично оказываю индивидуальную поддержку каждому. Мы будем общаться с вами, Тет-а-тет, только я и вы. У вас будет три месяца бесплатной поддержки, а доступ к урокам останется на всю жизнь. Уроки можно смотреть и пересматривать неограниченное количество раз. На сегодняшний день есть четыре курса. Курс-бестселлер «Женская одежда», по которому вы сошьете разные модели юбок, брюк, платья и рубашку. Совсем скоро у этого курса выходит обновление. И стоимость курса возрастет в несколько раз. Если вы усмеете купить курс «Женская одежда» по старой цене, все обновления, все новые уроки вы получите бесплатно. Второй курс – «Мусульманская одежда», по которому вы сошьете с нуля красивую, но в то же время скромную одежду на все случаи жизни. Новый курс – «Тюрбаны», по которому вы сошьете 10 шикарных моделей головных уборов. «Тюрбаны» актуальны в любой сезон, и в курсе есть модели, которых вы, возможно, даже еще не встречали в магазинах. И заключительный курс – «Основа шитья». Это мой подарок для тех, кто хочет попробовать, для тех, кто еще не определился, хочет он шить или нет. Этот курс абсолютно бесплатный. Все программы, все курсы прекрасно подходят, как для начинающих, так и для продолжающих. Среди тех, кто прошли мои курсы, есть девушки, которые открыли свои мастерские, ателье, шьют изделия на заказ и продают их, создают свои магазины одежды и аксессуаров и получают доход от любимого дела. Все зависит от вашего желания и упорства. Ознакомиться с содержанием фотоизделий, отзывами, а также приобрести курсы можно на сайте беспокой.ру по ссылке в описании к видео. Буду ждать вас на своих уроках. Сточали детали брюк, каждую по отдельности. И, как обычно, для того, чтобы соединить их вместе, одну деталь выворачиваем и вкладываем внутрь другой. Таким образом мы совмещаем их лицевыми сторонами вместе. Скалываем по средним срезам и стачиваем, то есть прокладываем строчку на машинке и с отступом 1 см. Обработаем срез талии. Вот наша эластичная тесьма, резинка. Соединяем ее концами, то есть закольцовываем. И к изнаночной стороне брюк прикладываем эластичную тесьму. Желательно шов приложить к среднему шву со стороны, например, задней детали. Скрепляем булавкой, оттягиваем середину. Прикрепляем эту серединку к шву по передней части брюк. И затем прикрепляем тесьму по всей длине талиевого среза. Можно, к примеру, оттянуть середину у резинки, середину по талиевому срезу и совместить эти два участка. И движемся таким же образом по всему талиевому срезу. Можно, к примеру, растягивать и соединять. Далее нам потребуется обметать внешний срез, талиевый срез, на верлоке либо зигзагом. Для этого вам потребуется растянуть эластичную тесьму, для того, чтобы она была вровень с деталью брюк. И вот так вместе обметать по краю, либо прострочить. То есть мы прикрепляем резинку только по внешнему краю. Обметали талиевый срез вместе с эластичной тесьмой. И теперь нам необходимо отогнуть этот срез наизнанку прямо по ширине резинки и скрепить булавкой. Делаем то же самое по всему талиевому срезу. А затем прокладываем строчку по внутреннему краю. Приложили строчку. Таким образом мы закрепили срез. И вот так выглядит пояс. Очень аккуратно, очень нежно, красиво. И главное, комфортно. Нижний срез брюк можно просто обметать на верлоке либо строчкой зигзаг. Отогнуть и прострочить. Я отогнула примерно на 3 см. Следующим этапом предлагаю скроить рукава. Для рубашки я буду использовать базовую выкройку, готовую базовую выкройку плоского кроя, которую можно найти на сайте беспоко.ру. Я буду использовать свой размер. Можно использовать на размер больше, для того, чтобы сделать силуэт более широким и расслабленным, для того, чтобы рубашка не стягивала. Вообще, если вы будете использовать базовую основу плоского кроя с сайта беспоко.ру, можно даже использовать свой размер, поскольку он и так дается с хорошими прибавками на свободу. Я приложу рукав ближе к кромке, и вот эта часть, которая останется слева, будет использована для мелких деталей, для манжет, для воротников. Закладываю сверху сантиметр на припуски, выкройка дается без припусков на швы, и здесь тоже сбоку даю, оставляю сантиметр на припуски. Очерчиваю по всем линиям, и вот здесь, по передней части рукава, ставлю дополнительную отметку, для того, чтобы потом не перепутать. Кстати, советую сразу отметить изнаночную сторону у рукавов, можно тоже самое повторить по брюкам, для того, чтобы не ошибиться, чтобы не перепутать правый рукав и левый, это очень важно. Вырезаю рукав с припусками по сантиметру, по всем срезам. Вот здесь, по передней части рукава, делаю небольшую надсечку, она пригодится мне чуть позже. Участок, который остался слева, я оставляю для манжет, для воротников. Переходим к полочке и спинке, я начну кроить с нижнего среза, то есть с низа рубашки. От нижнего среза, он должен быть прямым, откладываем вверх длину рубашки. У меня будет 90 сантиметров. Ставлю отметку и очерчу, сделаю пока еле заметную линию. Теперь у нас две детали, полочка и спинка. Спинку мы приложим серединкой к сгибу, вот так, а полочку серединкой приложим к кромке. Полотно у меня сложено точно так же, как и было сложено до этого, то есть две кромки вместе. Вот таким образом. Полочку необходимо будет немножко отодвинуть, поскольку мы сделаем здесь цельнокроенную планку, то есть отогнем и застрочим. Также я предлагаю сделать вам кокетку. Отрезную деталь, которая будет в области плеча, которая будет захватывать, например, часть полочки и часть спинки. Если вы не хотите кроить кокетку, то вы просто прикладываете деталь, очерчиваете ее по горловине, по плечу, по пройме, по боковым линиям. Все как есть. Повторяется только то, что я показываю по планке. Давайте начнем как раз с нее, с планки. Нам необходимо от кромки, то есть кромку мы не учитываем. Желательно провести прямую линию, для того, чтобы не рассчитывать на кромку, и можно даже вообще кромку сразу же удалить. Ширина нашей планки будет равна 3 см. Вы можете определить ее самостоятельно, на свой вкус, но в целом 3 см это средняя ширина. Теперь нам необходимо от этой линии отложить ширину планки, умноженную на 2,5. То есть 3 см умножаем на 2,5, получаем 7,5 см. От этой линии откладываем 7,5 см влево и проводим линию. Теперь к этой линии нам необходимо приложить середину полочки передней детали рубашки. Точно совмещаем с этой линией. Сверху от плечевого среза, от плечевой линии, можно оставить 1 см на припуске. И на этом все. Теперь очерчиваем линию горловины, плеча, проймы и боковую линию. Если вы хотите сделать кокетку, то вам необходимо вот эту часть отогнуть. Я, к примеру, отгибаю на 3 см по полочке и очерчиваю обновленную деталь. Рубашку я оставлю практически без изменений. Можно, кстати, сделать, например, расширение, то есть расколешение. Если делать шире в силуэте по груди, то там необходимо вносить прибавки, поправки и в рукав, то есть делать его шире. Теперь приложим спинку. Здесь я тоже отогну на кокетку. Примерно 10-12 см, если замерять от высшей плечевой точки. Отгибаю и прикладываю, совмещая со сгибом. Кстати, здесь можно даже сделать, например, складку. Была дополнительная свобода. Это вы делаете на свое усмотрение. Ширина может быть любой. Можно сделать и достаточно широкую, например, даже 10 см, почему бы и нет. Она может быть совсем узкой, 3 см, но мне кажется, 3 см это ни туда ни сюда, особенно в муслине. Поэтому, если уж делать, то чуть пошире от 5 см. По сгибу отмеряю 10 см до линии середины спинки, чтобы приложить спинку ровно, вертикально. И теперь очерчиваю. Я сделала отметку по середине спинки, для того, чтобы было понятно, где застрачивать эту складку. Ну, а дальше отвела как есть. Вот из этой части можно скроить накладные карманы нагрудные на полочку. Проводим боковые линии до самого среза низа изделия, будущего низа изделия. И вот эти боковые участки можно при желании округлить. К примеру, вот таким образом. Для того, чтобы провести максимально идентичные одинаковые линии, можете сначала срезать одну часть, затем приложить и, как уже по трафарету, вырезать вторую часть. Я удаляю кромку. Вот здесь пока не стоит вырезать слишком много, поэтому можем даже сделать вот так, с максимальными припусками, а в остальных частях по сантиметру. Срежем лишнее уже после того, как сформируем планку. Вот здесь я делаю отметку-надсечку и вырезаем здесь, как обычно. Здесь уже все понятно. Из остатка скроим кокетку. Сейчас у меня остаток сложен пополам. Здесь изгиб, здесь срезы. Я сложу его еще раз пополам. Середину спинки прикладываю прямо к сгибу. Нижний изгиб кокетки по спинке прикладываю с отступом сантиметр от нижнего сгиба материала. Вот так. Эта часть скокетки от спинки. Теперь к этому плечевому срезу плечевой линии мы прикладываем полочку, а именно плечевой линией совмещаем и проводим продолжение пройма, делаем отметку. Продолжение горловины, делаем отметку, отгибаем и проводим нижний срез кокетки со стороны полочки. Вот так. Мне, конечно, здесь немного нерационально получилось использование материала. Остаются два маленьких среза сверху, но я смогу использовать их для воротника. Так что ничего страшного. Вырезаем с припусками один сантиметр. По нижнему сгибу просто разрезаем детали. И горловина. Готово. Мы скроили две детали кокетки. Кокетка, как правило, двуслойная, поэтому мы скроили именно две детали. Здесь, если считать, сколько слоев хамуслина, то кокетка получается четырехслойной, но это уже особенность материала. Начнем сборку рубашки с соединения спинки, полочки и кокетки. Всех трех частей. Это спинка, с этой стороны сгиб, здесь боковой срез. Если вы оставляли так же, как и я, складку, то вам необходимо прострочить, например, сантиметров пять от верхнего среза для создания той самой складки. Затем мы раскроем деталь и сложим эту часть пополам, соединяя сгиб со строчкой. Формируем таким образом складку. И вот такая складка у нас получается, если смотреть с лицевой стороны. Видите, складки получаются встречными. Можно сделать наоборот. К примеру, с изнаночной стороны эта складка выглядит вот так, как обычная бантовая складка. Если вам нравится внешний вид складки такой, то можете сделать наоборот. Я оставляю таким образом. Теперь к лицевой стороне спинки я прикладываю кокетку лицевой стороной. Вот так. Только одну. Сначала одну деталь. Скрепляю ее. И затем вторую. К изнаночной стороне спинки прикладываю лицевую сторону кокетки. И вновь скрепляю. То есть я просто перезакрепляю те же самые булавки. Теперь нам необходимо проложить прямую строчку с отступом в сантиметр от края. Строчку проложили. И теперь можем присоединить кокетку к полочке. Спинка сейчас располагается лицевой стороной наверх. И лицом к лицу я прикладываю деталь к полочке. Переднюю деталь соединяя край кокетки с плечевой линией. С плечевым срезом полочки. Только один слой. То есть соединяем детали лицом к лицу. Вот так. И теперь делаем вот что. Совмещаем лицевую сторону к второй части кокетки с изнаночной стороной полочки. Вот таким образом. То есть соединяем сначала внешние плечевые точки. И здесь вновь перезакрепляем булавки. Далее я просто подтягиваю весь плечевой срез кокетки. И прикрепляю его. Перезакрепляя булавки. Показываю медленно. Думаю, вы поняли принцип. Если что, можно пересмотреть этот фрагмент. Прокладываем прямую строчку с отступом 1 см. То же самое повторяем со вторым плечом. Выворачиваю эти участки с кокетками. И мы с вами присоединили полочку, спинку и кокетку. Видите, все очень просто и быстро. Теперь присоединим рукава. Раскладываем будущую рубашку лицевой стороной наверх. Швы, кстати, можно поутюжить. Вообще можно швы утюжить, как обычно. То есть прострочили, поутюжили. Но нужно делать это также бережно, как я показывала, с вытянутым участком на полотне. Но если все-таки вы приутюжите достаточно хорошо, и полотно станет ровным, выровнится, то ничего страшного. Вы можете просто постирать или прополоснуть изделие перед первой ноской. И оно вновь приобретет ту самую рельефную форму. Но если вы не любите ВТО, утюжку после каждого шва, то в целом муслин для вас идеальный материал. Потому что даже если вы не проведете утюжку, ничего фатального, страшного не произойдет. Здесь у меня полочка. И к полочке передней детали я прикладываю переднюю часть рукава. То есть там, где я делала отметку. Также смотрю, чтобы изнаночная сторона у меня осталась снизу. Вот таким образом. Теперь к лицевой стороне рубашки я прикладываю лицевую сторону рукава. Вот таким образом. Соединяю по боковым срезам с одной стороны. Подтягиваю, соединяя с другой стороны. И затем просто присоединяю в промежутках. Присоединили и прокладываем строчку с отступом 1 см от края. То же самое со вторым рукавом. Рукав присоединили и обметали срезы. Также заодно, пока вы сели за верлок, можно обметать срез низа рубашки, боковые срезы, срезы рукава. Нижний срез рукава обметывать не нужно. И дальше просто спускаемся в продолжение среза рукава вниз по спинке. Боковой срез спинки и нижний срез спинки. То есть обрабатываем практически по всем внешним открытым краям срезом оверлоком. Либо строчкой зигзаг, как вам нравится. Складываем рубашку пополам, совмещая срезы рукава и боковые срезы. При этом лицевая сторона изделия остается у нас внутри. Контрольные точки. Это шов соединения рукава. Совмещаем эти два шва. Скрепляем. Далее мы не соединяем низ рукава, оставляем примерно 10 см от низа. В остальном участке мы соединяем срезы, скрепляем булавками и прокладываем строчку. Продолжаем эту строчку вниз по боковому срезу. Я предлагаю не дострачивать боковой срез и оставить разрезы. Здесь уровень разреза можете определять сами. Кому-то нравится, когда разрезы начинаются от уровня талии, кому-то совсем немножко, от уровня бедер. Определяйте комфортный для вас уровень. Я сделаю чуть ниже уровня талии. И в остальном промежутке прикрепляю также булавками. Делаем закрепку, строчим до разреза, делаем закрепку. То же самое повторяем со второй стороны. Размеры кармана на этой рубашке 18 см в ширину и в высоту, либо в длину 25 см. Это с учетом припусков. Воротник. Краим простой, отложной рубашечный воротник с цельнокроенной стойкой. То есть мы стараемся минимизировать количество мелких деталей, упрощать их. И стойку делать не будем. Она здесь цельнокроенная, уже входит в конструкцию воротника. Как кроить, как обрабатывать этот воротник я уже показывала в одном из видео. Ссылку прямо на ту минуту по раскрое и пошиву я прикреплю внизу в описании к видео. Я уже соединила две детали, то есть верхний и нижний воротник, и прострочила с отступом на сантиметр от края. Подрезаем уголки для того, чтобы более аккуратно вывернуть. И выворачиваем на лицевую сторону. Теперь вопрос, утюжить или нет воротник. Я буду утюжить, потому что я не могу не поутюжить. Это уже привычка. Мне не очень нравится, как это выглядит. Это слишком воздушный воротник. Детали манжет я тоже показывать подробно не буду, поскольку я очень подробно показала в одном из предыдущих роликов. Просто скажу, что длина моей детали манжета была 31 см, а ширина 12 см. Покажу, как я буду утюжить воротник. Я аккуратно выправляю шов и оставляю его прямо на сгибе, то есть посередине, не делаю перекант. Вообще можно сначала выправить и заметать вручную. То есть проложить ручные стежки для того, чтобы зафиксировать этот шов на сгибе. Но вообще муслин достаточно послушный, поэтому можно сделать это и сразу. Расправили. Теперь я прикладываю утюг. Я его не буду прижимать, только слегка прикасаюсь к воротнику и даю пар. Готово. Теперь даю немножко отдохнуть и высохнуть этому участку. Вот и все. Воротник аккуратный. Он в меру плоский, но при этом, как видите, прекрасно сохранил свой рельеф. Таким же образом можно утюжить все изделие в процессе пошива. Не отказывайте себе в утюжке, поскольку изделие все-таки выглядит намного аккуратнее, если вы применяете ВТО, влажно-тепловую обработку в процессе пошива. Закрыли швы по рукавам, боковые швы, и сразу же после этого можно отогнуть срезы наизнанку, примерно на сантиметр, и застрочить. То есть застрачиваем по всей практически площади рубашки. Нижний срез, перетекающий в боковой, вот здесь оформляем разрез, непрерывную строчку прокладываем поперек разреза. Все это я уже много раз показывала в предыдущих видео. Я обязательно оставлю ссылку на пошив рубашки, где вы сможете посмотреть именно вот этот участок тоже. Дальше срез низа по спинке у нас точно так же обработан, просто отогнут на изнанку на сантиметр и застрочен. Теперь можем переходить к планке. Расположим деталь полочки изнаночной стороной наверх, краем полочки к себе, то есть краем передней детали. Вот здесь у нас обработанный низ. Теперь нам потребуется отогнуть планку наизнанку, сформировать ее таким образом. Мы проложили линию с отступом 7,5 см от края. Еще я советую проложить дополнительную линию с отступом 6 см. То есть это две ширины планки. На эту линию удобно равняться, когда вы будете отгибать планку. Вот, к примеру, я приложила срез к этой линии, и затем просто отгибаю второй раз еще раз наизнанку. Вот и все, практически планка готова. Здесь интересный момент. Это верхний участок планки. Как его красиво закрыть, поскольку у нас будет отложной воротник. Смотрите, я отгибаю планку на 3 см наизнанку. Вот так. Отогнули 3 см наизнанку. Затем мы отгибаем на лицо вот таким образом. Тоже на 3 см. Закрепляем булавкой. И теперь нам потребуется проложить строчку в продолжении линии горловины, но уже просто по прямой, то есть перпендикулярно краю. Не завышаем, не занижаем эту линию, а просто прямо. Теперь нам потребуется прострочить эту линию для того, чтобы закрепить верхнюю часть планки. Но нам потребуется застрочить не весь этот участок, а ставить непростроченным примерно 5 мм планки с внутренней части. То есть мы отступаем 5 мм от края планки. Вот она здесь начинается. Делаем закрепку, строчим до края, делаем закрепку. Прострочили, убираем булавки. И теперь можем срезать лишнее прямо по срезу горловины. И еще вот к этой точке, то есть к краю, к закрепке, нам необходимо сделать небольшой надрез. Нужно делать это очень аккуратно для того, чтобы не срезать лишнего. Вот видите, здесь заканчивается строчка. Вот эта часть не прикреплена. Именно к концу строчки мы делаем небольшой надрез. Нам нельзя доходить до строчки на 2 мм. Вот так, еле заметный надрез. Этот внешний уголок можно срезать, тоже чуть-чуть, не доходя на 2 мм до строчки. И теперь аккуратно выворачиваем этот уголок. И смотрите, что у нас получается. Мы сейчас отвернем планку на 3 см вовнутрь. И еще раз на 3 см вовнутрь. Скрепим булавкой. И вот здесь получается такой уголок. Часть планки мы застрочили, а часть нет. Открытый срез, который уходит наверх. Этот маленький хвостик, маленький участок планки нам нужен для притачивания воротника. Пока мы завершим работу с планкой, сейчас мы просто отгибаем 3 см наизнанку. Отгибаем еще раз 3 см наизнанку. И закрепляем булавкой. Продолжаем так до самого низа изделия. Понизу отгибаем 3 см наизнанку. И затем еще раз 3 см наизнанку. Важно, когда вы скрепите нижний шов, нижнюю часть рубашки, чтобы планка не вылезала на лицевую сторону. Проверьте этот момент. Ну а дальше все аналогично. После того, как вы закрепите всю планку, нам потребуется проложить строчку на 1 мм от внутреннего края. От низа до самого верха. Проложили строчку. Вот так аккуратно это выглядит с изнаночной стороны. И не менее аккуратно с лицевой стороны. Теперь нам необходимо пристрочить воротник. Сделать это очень просто. Если вы уже посмотрели рубашку по ссылке, которую я оставила ниже под видео, то вы видели, как я присоединяла воротник. Здесь мы присоединяем его немножко другим образом. Все потому, что различается планка. К лицевой стороне рубашки мы прикладываем 1 слой воротника. Прямо вот так раскрываем и прикладываем. Нам необходимо шов по воротнику присоединить прямо к краю вот этого среза. И скрепляем булавкой. Затем подправляем второй кончик и прикрепляем его ко второй планке. Точно так же. Далее нам необходимо просто соединить край воротника срез со срезом горловины. Желательно сделать отметку середины и прикрепить ее к середине для того, чтобы не сместить баланс. А затем просто в промежутках. Теперь нам необходимо проложить строчку с отступом 1 см всему срезу горловины. Начинаем от края воротника, то есть от того самого уголка делаем закрепку и строчим до второго уголка. Проложили строчку и теперь отгибаем второй край, открытый срез воротника. Накрываем шов притачивания воротника, который мы только что приложили. И прикрепляем булавкой. Продолжаем то же самое по всей длине горловины. И затем прокладываем строчку на 1 мм от края. Вообще эта строчка должна в идеале совпасть вот с этим швом притачивания воротника. И будет очень здорово, если строчка попадет сюда. В результате шов вообще не будет виден. Еще можно, к примеру, обметать вот этот открытый срез на оверлоке. И вам останется просто отправить срезы по шву наверх, в сторону воротника. Накрыть обметанным срезом. И затем проложить строчку. Для того, чтобы эта строчка идеально совпала со швом втачивания воротника, можете проложить эту строчку по лицевой стороне рубашки. Так будет еще лучше. Посмотрите, какой аккуратно получился уголок, планка и переход к воротнику. Чистая изнатка и чистое лицо. Что касается карманов. Вообще, если вы хотите, можно не делать карманы. С муслином можно минимизировать количество мелких деталей. Но в целом, накладные карманы, большие накладные карманы, сделать совершенно несложно. Их обработку и раскрой я показала подробно в одном из предыдущих видео. Ссылку на это видео обязательно оставлю внизу в описании к видео. Прямо к этой минуте, к минуте обработки. Обработку манжет я тоже показывала очень подробно. Ссылку на манжеты оставляю внизу. Нам остается обработать только петли для пуговиц после воротника и пришить сами пуговицы. Остается совсем немного. Мне очень нравится, как выглядит рубашка именно вот в этой части, в части планки и воротника. Карманы советую делать, если вы боитесь, что рубашка просвечивает. Вот, к примеру, двуслойный муслин, он не сильно просвечивает, но все равно очертания контрастных деталей могут быть видны. Эти карманы делают некую защиту, они скрывают область груди, но и, конечно, смотрятся прекрасно, как декоративный элемент. Поэтому советую их тоже сделать, но это уже на ваш вкус. Теперь нам остается только обработать петли и пришить пуговицы. Петли на рубашках обрабатываются вертикальные, то есть вдоль планки. Тут уже расстояние между петлями на ваш вкус, к примеру, 5-7 сантиметров. Планка у нас трехслойная, мы ее не дублировали, поскольку муслин, как правило, не дублирует. Манжеты мы делали двуслойными. Сейчас покажу, как выглядят петли на двухслойном муслине, двух слоях двуслойного муслина, то есть на четырех слоях. Вот так выглядит петля. Видите, она достаточно прочная, я ее тяну очень сильно причем, и нитки не осыпаются, петля не распадается, все прекрасно. На трех слоях петля выглядит еще лучше, она еще более прочная, еще более плотная. Поэтому можно делать петли, выметывать петли и на двухслойных манжетах, и на трехслойных планках. Для выметывания петель я советую использовать не просто лапку для петель, но еще и пластину-стабилизатор. Что это за девайс, как его использовать, в каких случаях? Я подробно показывала в одном из предыдущих видео ссылку на этот момент, на момент работы с этой лапкой, я обязательно прикреплю под видео. Вот эти петли я выметывала с помощью лапки и пластины-стабилизатора. Петли готовы, пуговицы пришиты, и рубашка на этом готова. Мне очень понравился этот костюм, вообще работа с муслином. Она оказалась комфортной, приятной, остается только деликатно поутюжить, так как я вам показывала. Либо постирать изделие. Я как раз его немного постираю. Эту рубашку классно носить с поясом, в свободном состоянии, расстегнутый, как верхний слой, если вы любите многослойные образы. Либо как отдельный элемент застегнутый. Ну и, конечно, костюм можно комбинировать с другими вещами. Это очень классный элемент гардероба, многофункциональный, поскольку вы можете низ комбинировать с другим топом, топ комбинировать с другим низом, с юбками, с шортами, с брюками. То, что вам нравится, с леггинсами. Здесь подходит абсолютно любая обувь. Это могут быть и каблуки, и спортивная обувь, кеды. В общем, костюм просто идеальный. Благодарю вас за просмотр и желаю вам хорошего, успешного дня. До встречи в следующих видео.